ну что ребятки зеленоград 4 часа утра сегодня суббота закончились наши разминочные поездки начинаются серьезные путешествия сегодняшнего дня я еду на вокзал отправляясь сейчас москву на ярославский вокзал оттуда электричка ласточка поезд до ярославля оттуда уже начинаю свое непосредственно передвижение на велосипеде по маршруту ярославль нижний новгород вдоль волги задача посмотреть много мест много новых городов несколько даже городов прям сколько городков и деревень для того чтобы посмотреть как спустя два года моего отсутствия россии что изменилось как сейчас живут люди в маленьких городках если есть предположения пишите в комментарии и насладиться конечно же природой весной показать вам все это давайте начинать заваривать и чайок погнали ярославский вокзал прихожу на кассу билетов на экспресс до ярославля нет повезло что здесь встретил водителя который набирал к себе в машину до ярославля сейчас поеду на машине уже при мне правда еще один билет освободился мне предложили но я уже с водителем договорился ехать поэтому не стала отказываться поэтому сейчас поеду на авто до ярославля разбирать велосипед сумм снимать сумки упаковываться и в путь выезжая из ярославля 12 часов дня очень была долгая дорога ну даже немножко удалось поспать в машине но в целом когда хочешь выехать подальше от москвы ну хоть немножко подальше но приходится вот такие вот такие вот моменты терпеть но это это мелочи все я приехал ярославль и ни на одном из навигаторов не смог распознать свое местоположение просто все давали сбой какая-то видимо здесь со спутниками идет ну не знаю в общем политика что сбивают сигнал и я только по просто по указателям на домах нашел какая улица и просто на карте и и нашел поэтому сейчас еду можно сказать слепую но примерно понимаю где я маршрут на сегодня несложный доехать до костромы потом заехать в несколько небольших городов это и завод приволжск по моему так называется город и город плюс конечно это такая на сегодня основная точка моего интереса посетить городок плюс там все поснимать посмотреть ну и уже искать место для ночевки после него на берегу волги все на этом выдвигаемся ножки готовы поработать и и и да я ведь не сказал километраж на два дня у меня 400 километров плюс-минус точная цифра будет известна только в конце путешествия рассчитываю каждый день не менее чем 200 делать как-то так а летим мы сегодня на велосипеде гравином моем китайском карбоновом сави вы уже все спрашиваете где сава где сава вот он все с ним хорошо не буду ничего рассказывать все есть в отдельном ролике кому-то будет интересно посмотрит сумочка от кайлер водонепроницаемая первый раз сегодня ее по-настоящему боевых условиях тестирую кормушечки от вела хорошо и под рамка от моего личного бренда которого пока нет но сшил в общем сам на заказ до через ателье все друзья нет ничего лучше чем пит-стоп санитарная пауза вот в таком прекрасном лесу на съезде с дороги да можно и с вами успеть пообщаться и свои дела сделать до костромы осталось на километров там 30 в общем лечу пока по ветру и skype да я понимаю вы скажете чё за постановочные кадры вы ты чё по полям там катаешься разве не конечно на шоссейных покрышках я по полям не катаюсь но не смог проехать мимо вот этого поля и обязательно напишите в комментариях пожалуйста как называется цветение точнее цветок у которого сейчас цветение как раз 10 июня и вот прекрасный цвет я по-моему это что-то типа иван чая но какая-то его модификации я в костроме ребята вот такой вот широкий проспект встречает пока что тротуаров рядом нету обычной панельки девятиэтажки шестиэтажки по бокам все стандартно входная часть города она на правом берегу волги основной город весь на левом сейчас я туда и направляюсь центр костромы старые не ремонтированные фасады дому сохранение исторического наследия вкладывается мало сейчас заеду до самого-самого центра посмотрим там так ну что ребят я покушал в интересном месте где играла регги и колоритный кавказский мужчина недовольным лицом готовил бургеры и стейки но было вкусно и мужчина в итоге нормальный пообщались в общем действительно быстро вкусно все классно поел сейчас уже с хорошим настроением можно и кострому быстренько посмотреть главное чтобы было бы что смотреть да красота то какая посмотрите стройка идет вот она хорошо так мне серьезно когда поел вообще все хорошо становится даже все что не очень на самом деле она все становится хорошо в такую тему даже на говинники не поедешь но уж не говоря про мой шоссейник сегодня это шоссейник из-за резины вышел я из этого кремля кремль кремль и есть на самом деле вот и думал вид на волгу будет они нет поехал дальше надо успевать следить чтобы не попасть в яму и одновременно и одновременно вот такие вот дома да такие старые фасады очень красивые это конечно интересно сыр купить хотел но я не довезу его просто до дома мне еще два-три два-три дня до без холодильника это это он не доедет никак а так костромской сыр говорят хорош сейчас посмотрим знаменитый достопримечательно здесь ипакиевский монастырь мужской и будем уже закругляться выезжать из города очень много диких контрастов вот как взять сейчас да я летал над монастырем и прям сосед соседствует с ним какой-то старый ушатанный этот ну марина для не марина как это называется лагуна для в общем пирс где стоят эти старые катера разбитые лодки все это вместе прям в кучу и даже не разделено как как-то понимаете не не создают такого впечатления для людей а как как должны были бы в таких местах то есть ага если уж хотя бы вот так вот то это надо разделить и чтобы не было у людей на глазах одновременно вот классного красивого монастыря на берегу костромы и волги и прям соседствующих с ним старых ржавых ушатанных лодок ну как-то мне вот это вот бьет знаете по по глазам вот действительно неплохой парк он маленький но он самом удачном месте здесь построен опять же ну вот ландшафтный вид на волгу смотрите через какой-то завод просто непонятно зачем видно волгу было делать если здесь завод какой-то кошмар но парк-то классные место выбрано классные и памятником какой могучий сейчас посмотрим что за памятник в общем ну да что то я сразу не догадался что за памятник короче я не не люблю вот это критиковать не люблю осуждать не люблю говорить не хорошо поэтому здесь вкусно поел выезжаю из города еду в плюс а вот это прикольно это круизный лайнер по волге и эти называется санкт-петербург такой хороший 4 палубы я что такая вещь должна быть более доступной более доступной потому что это не не теплоход и экстра класса знаете и он должен стоить нормально чтобы мог с обычный рабочий себе позволить провести отпуск или недельку от из отпуска вот на таком круизе это было бы нормально это было бы классно такая прохладная погодка стоит прям прекрасная градусов 22-25 и вот по такой погоде если я не кручу интенсивно прям вот стараюсь куда-то успеть сколько это там проехать условно если я еду 200 в день до в таком графике то я могу вот как сейчас ехать вообще с пустыми баками без воды без еды о чем это говорит это говорит о том что я еду на очень низкой интенсивности и тем самым у меня нормальный режим питания обычный человеческий обед потом ужин без вот этих постоянных булочки шоколадки сладкие водички так что это конечно гораздо здоровее получаются вот такими походами есть по 200 в день и спокойненько вот что я вам скажу сейчас 5 часов вечера а у меня по графику еще сегодня надо проехать километров 150 нельзя мне сейчас особо где-то тормозить мешкать наслаждаться жизнью пора ехать все-таки уже по графику поджимает ай как хорошо посмотрите березки дорога здесь уже не федеральная поэтому она узкая и интересная ну и асфальт похуже но это мелочь первая соточка есть еще одна еще одна на сегодня должна быть ну как бы не то чтобы должна но было бы здорово было бы неплохо для того чтобы завтра ехать не спеша потому что завтра большая дистанция длинный день кстати я делаю две ночевки сегодня на завтра и завтра на послезавтра тоже ночевка в палатке прям перед нижним новгородом а поезд у меня поезд у меня в понедельник утром поэтому я ночую и еду на вокзал еду в город на вокзал здравствуйте у вас прогулка просто до куда едете для плеса понял плюс только через полом а там там есть лодочка какая-нибудь нет через полом благодаря значит местным жителям план поменялся сейчас буду снова менять берег слева на правый перебрасываюсь на пароме и там еду уже до плеса паромная переправа из села красная на волге учимся на паромную переправу надо успеть на последний паром он в 1830 а это уже минут через пять-десять успеваем прям впритык благодаря местному проводнику все получается как нельзя кстати Ну а что тут сказать, да? Слова излишни Это было прекрасно Как с неба, так и просто стоя на пароме Переправляясь через Волгу в этом месте Оно относительно узкое Ну вот сейчас я снова на правом берегу Надо ехать в Волгореченск, Приволжск и Плёс Ну и пока я на тихой дороге расскажу про Красное на Волге Про вот это село, с которого была переправа сейчас Столица ювелирной отрасли в России, можно даже так сказать Это село было основано как ремесленное Исключительно для ювелиров И здесь как раз находится офис Соколов И дом, который я заснял, это как раз их офисное здание Вот так вот, друзья А дорога тем временем идеальная Просто нет машин и идеальный асфальт Красота Въехал в Ивановскую область Как будто я дома 16 километров до заветного места Как так может быть красиво? Это просто нереально Почему так красиво не бывает вот везде? Почему эти уголочки так спрятаны, знаете, от людей? Что такое Плёс? Давайте с самого начала начнем Это на самом деле не город, а скорее курорт И мы сейчас будем знакомиться с этим курортом Здесь курортный парк Вот так вот он выглядит Вот видите, это как бы просто вот Рекреационная зона для людей Наверное, кто работал здесь на соседних заводах, на ГЭС Сюда их отправляли отдыхать А может и не только их Всё, шлагбаум впереди Вот и отдохну в курорте Плёс Всё, я на закрытой территории Сюда на велике меня пустили без проблем А так Не так вот на машине Просто без брони гостиничной Даже и не заедешь Сюда на великолепный парк Ну вот и всё, ребят Это любовь Теперь у меня есть фаворит Среди русских городов Это просто разрыв Просто, просто пушка Я не знаю Нет слов Всё, еду-еду Ищу и ищу Ребята Где же мой ночлег сегодня? Мне ещё нужно найти кипяточку Для ужина Эта задача сложнее в два раза Чем найти просто место для палатки Кипяточка набрал Печенюшки к чаю купил Единственное, что чая у меня нет Забыл кофе три в одном взять Но ничего Это не беда Главное, чтобы подо мной мостик не сломался Это будет эпичное падение Так, всё Весь день велик меня вёз Теперь Моя очередь немножко его потаскать Но Надо размять верхнюю часть тела А то когда работают только нижняя Не сбалансировано получается Солнце прям вот Сейчас-сейчас вот-вот уйдёт за горизонт И я прихожу Скорее всего К месту ночлега Вижу поляночку шикарную Нет слов Я Просто доволен этим Концом этого дня И целиком Соответственно всем днём Ну это идеальная концовка Плюс Ты просто сделал этот день Ну что ж Пока я снимал таймлапс Как я ставлю палатку Солнышко ушло за горизонт Закат был красивый Но я его просмотрел Потому что Надо и палатку было успеть поставить Завтра рассвет буду смотреть Как вы поняли У меня новый домик Нейчахайк Одно месточку взял Всё Всё меня устраивает В ней Первый раз Эксплуатация Так что Расскажу Если кому интересно По отзывам Всё Друзья Закидываю вещи в палатку Надуваю Надуваю свой Надувной матрасик Распушаю Пуховый спальник Потому что Ночка будет свежая Комарики Кстати не одолевают Всё нормально Просто мотыльков Над Волгой много Я думал Это комары Такой вот Такой вот Такие вот Приятные Приятные Вечерние Лагерные Заботы В общем Если купаться Пока что Я не рискую По причине Того Что ещё Не адаптировался От После Пилипинского Моря Вот Такая водичка Пока Прохладной Кажется Боюсь Что сопельки Появятся Опять Но Ноги Ноги Сейчас Всё равно Помою Потому что Они Грязные Липкие Неприятно Спать будет Хорошо Так Пора идти Готовить Ужин Готовить Ужин Это Ребята Сегодня Обычно Я вообще Просто Так В кафе Покупаю Или В пятёрочке Иду Готовую Или Вообще Просто Печенье Да И не парюсь А сегодня Я решил Заморочиться Итак Поехали Всё Очень Просто У меня Есть Сублимированный Рис С рыбой Немножко Кипяточка Это На завтра У меня Ещё Пропитала Супка На завтрак Съем Или На вечер Посмотрим И у меня Есть Кружка Обычно Походная И вилка Ложка Что важно Просто Засыпаем Сублимат В крючку И завариваем Водичкой Поехали Плюс Прям Удивил Так Удивил Ребята Буду Здесь Бывать Теперь Точно Чаще Солнышко Село Значит И мне Пора Спать Потому Что Завтра Подъем Будет С рассветом Четыре утра Для того Чтобы Все Успеть Длинный День Двести Пятьдесят Километров Завтра Крутить До Нижнего Новгорода Снять Плес Еще Самая Такая Ключевая Задача Утренняя Поэтому Как-то Вот так Вот Ранний Подъем Но и Ложусь Тоже Пораньше Уже Запаковал Все Осталось Закрыться Снаружи Попить Чайку Поставить На подзарядку Технику И Спать Доброе утро Доброе Доброе Воскресное Утро Встал Уже Чуть Пожевал Из продуктов Что было Печеньки С водичкой Семь утра Вообще Все Проспал Все графики Проспал Сейчас Выйду Пока из города Уже будет Восемь А мне Сегодня Очень далеко Ехать Ну Я Разрешил Себе Поспать Потому что Просто Ночь Была Была Очень сложной Засыпалась Засыпалась Это Все Вообще Идеально А потом Было Холодно Было Холодно И спальник Чуть Чуть Не справлялся Буквально Немножко Была Температура Некомфорта Вот И все Было бы Не так страшно Но За счет Того Что мой Надувной Матрасик Еще Подсдувается Во время Того Что ночь Он видимо Где-то Пропускает Чуть Чуть Травит И Ближе К земле Становишься Больше Холод От земли Хотя Казалось бы Лето Но Не знаю Как это Работает Наверное Все равно Все вместе Работает И Получается Одно На другое Я плохо Спал Вообще Плохо Спал И только под утро Когда потеплело Уже в воздухе Начало выходить Солнце После Четырех Я как раз Таки Начал нормально Только спать А Поэтому Дал себе Пару часиков Такого здорового Хотя бы сна Без замерзаний Но Нос вроде Дышит Поэтому Как бы Не сильно На самом деле Замерзал Но Все равно Неприятно Было Вот и все Мои вещи Друзья Собрано Все буквально Через 20 минут Постарался Сегодня Побыстрее Собраться Ну Сами понимаете Почему Осталось Только Носки Переодеть Я вот Кстати В носках Вот В этих Вот Которых Вот Это Дексшеу Мембранки Я в них Как в тапочках Хожу Прям по земле Прям по траве Не боюсь Потому что Они мембранные Они не пропускают Воду Такие Толстые Плотные Очень удобно Для Если Если Не Хочешь Брать С 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 По традиции Забираем Мусор И за Собой И за Другими Спасибо Этому Месту Погнали Месту 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 А еще здесь нет всяких пятерочек магнитов и вот таких сетевых почему это принципиально чтобы не хламить город этой рекламы и это основной момент на самом деле по которому мне этот город понравился вот те нати город Приволжск после плеса просто контраст да Не стриженная трава непонятно какие тротуары хоть дорога с нормальным асфальтом это уже отлично и опять сразу магниты пятерочки появляются пирожочков взял с молочком Ребята Топленое молочко с ватрушечкой со свежей из какой-то там из пятерочки Ну из пятерочки тоже бывает свежее но здесь было просто чудесно Я еще взял пирожок с картошкой пирожок яйцо лук и вот знаете все это упаковал вот в кормушечку сейчас буду просто ехать и кушать по прям по ходу у меня под рукой еда красота Вообще вот этот маршрут по которому я еду он наверное надо заносить в топ в топ самых классных маршрутов для такого открытия сезона для раскаточки он очень красивый он очень безопасный Для путешествий с детьми даже я бы посоветовал потому что дороги почти пустые и расстояние конечно там ну можно проезжать и поменьше а так местность очень красивая Но почему-то я за уже вот за второй день еду не встречаю велотуристов вообще были пацаны вчера на МТБ группой катались но у них просто там без палаток без ничего налегке А так вот ни одного велотуриста не встретил пока что Посмотрите какие дороги да тут не то что на велосипеде шоссе нам приятно ехать Тут можно на самокате ехать на роликах и вот те поля картина маслом просто облака небо поле шикарно Очень много встречаю по пути вот таких разрушенных от времени уже умерших церквей которые не восстанавливают даже наверное не собираются Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой избы то покосились все стоят бедные и видно что не сильно прям заброшенные Ой-ой-ой-ой-ой здесь кирпичный домик а здесь вот все в дереве Классическая классическая деревенька вот такая вот в глуши в абсолютной глуши Мартыниха связывают деревеньки вот такие идеальные дороги по программе безопасной дороги по нацпроекту сделаны А сами деревни глухомань глухоманью Вичуга туда а я еду на Кинишму прямо 90 километров на сегодня я сделал доехал до Кинишмы Было мало что интересного по трассе поэтому снимал мало Все ребят я немножко подзарядился на заправке до 25% буквально добил телефон надеюсь мне этого хоть как-то хватит Попил кофейку пока посидел полистал карту ужаснулся сколько мне еще до Нижнего Новгорода 200 Что-то 220-230 при том что я уже сегодня 100 сделал понимаете да Это мне еще сегодня надо сколько это проехать очень много для того чтобы завтра утром успеть на поезд У меня поезд в 9 утра с московского вокзала Нижнего Новгорода Вот оттуда я приехал а теперь я сворачиваю вот сюда дорога на порядок хуже но хочу срезать немножко километров Может быть в районе 5-7 вроде как мне там целый крюк такой лишний давать не хочется По плохому асфальту думаю пробиться 135 километров на борту это экватор может чуть больше на сегодня Музыка Когда я очень сильно устаю сидеть на седле и надо отдохнуть дать шее я сажусь на раму Просто еду сидя на раме вот так вот под какой-нибудь спуск или по ветру как сейчас и шея в вертикальном естественном положении отлично отдыхает попа отдыхает Ноги немножко даже кровообращение так меняется потому что на раму сел надавил там на какую-то артерию и все вдруг поменялось в ногах Еще бы какое-нибудь озерцо было я бы искупался на самом деле прям без проблем сейчас готов Дорога очень одинокая очень пустынная я уже один ну весь день почти один еду это конечно не так эмоционально просто да В такие дороги надо с собой брать компанию ну все-таки прям вот очень очень мало разнообразия Вот с камерой только что пообщаться да с вами поделиться вы потом вы потом эту эмоцию получите от меня и все А вот выключишь камеру и едешь просто молча весь день крутишь педальки медитируешь Ладно буду вставать с рамы и опа опа и крутить педали дальше Я сегодня уже проехал 190 километров 5 вечера сейчас указатель был дорожный что до Нижнего Новгорода осталось внимание 140 километров вот как спрашивается мне успевать завтра утром на поезд 9 утра поезд просто капец ситуация Видимо сегодня придется выезжать до самого конца до самой кромешной тьмы Быстро ставить лагерь и уже почти по сумеркам там где-нибудь и оставлять на завтра какой-то минимум Не выдержала душа моя не смог проехать мимо вот этой вот и вот этой вот надписи График графиком а ужин по расписанию в общем решил поесть шаурмы Это самая быстрая с кофейком сейчас бахну кипяточку на вечер заодно здесь наберу кипяточку для ужина и буду добивать уже смело потому что у меня уже кипяток будет уже как бы ничего не искать не надо будет 240 снял очки а тут оказывается так красиво без них Прямо вот там за моей спиной закат Мне остается пол часика максимум сейчас буду искать выбирать место 260 А где это я ребята посмотрите еду вот в таких очень красивых местах уже пою песни потому что мне уже хорошо 275 километров и где-то здесь буду ставить точку на сегодня это все Меня еще и дождик здесь решил сдобрить я вот палатку буду ставить на берегу все красиво но дождь зараза идет и он должен скорее уже пролететь мимо на самом деле Ну вот месяц даже небо чистое но дождь идет и сейчас надо все вещи быстро прятать от него я уже намок прилично так Ну ладно что поделать все ставлюсь Место красивое но ставился по дождю и мокрое все было мокрое залез в палатку дно сразу мокрое поэтому быстро надо было действовать В итоге надул уже матрасик постелил у меня еще с собой есть второе дно для палатки я его отдельно постелил чтобы вещи на него сложить чтобы они не намокали от пола Булочка вот сумка там ну такие вот электронику всю я положил значит чтобы оно хотя бы не мокрое было вот сам буду ну на коврике сижу он надувной поэтому я не мочу попу и когда лежать буду не буду лежать в воде да но дождь уже кончился зараза такая просто зафига он пошел так резко хоть бы предупредил и сейчас погода-то классная но там комарье просто меня сожрало заживо я так отвык от комара от комаров что ну короче надо было очень быстро залезть в палатку наконец-то я это сделал вот все сейчас буду ночевать вторую ночь она будет опять холодная опять замерзну как собака в общем все классно а завтра утром еще 50 крутить зашипить веселимся и меня еще ждет ужин но вы этого уже не увидите вы увидимся завтра утром все ребятки выбираюсь по песчаночки сегодня проснулся прекрасным видом рыбак хорошо меня потихонечку подъехал не будил вообще спасибо люди молодцы стал там сразу уточки плывут вот эта вот вся красота в общем думал полетаю на дрончике ну блин что батарейки разряжены все оказались да ладно ладно сегодня уже 45 километров мне прям до вокзала непосредственно выспался я не просыпался от холода вот сегодня ночь была гораздо более комфортной жаловаться не на что выезжаем нижний новгород до вокзала еще 20 километров финишные вот он муравейничек наш площадь трех вокзалов вернулся туда откуда начинал все ребята зеленоград совсем близко ну вот и финальный кадр этого ролика ребята я подъезжаю к дому зеленоград встретил прохладой дождем но надеюсь вы встретите этот ролик многочисленными лайками комментариями подписками на канал старался для вас эта поездка была возможно не столько увлекательная сколько ее вытащил плюс за счет плюс а я считаю там поездка удалась мне она лично очень понравилась за счет плюсы по остальным городкам я проехался мельком и мало там снимал но такое впечатление что как-то дороги классные очень классные природа замечательная но по городам кисловастенько людям хочется больше хочется больше чтобы развивались города вот как-то так друзья мы двигаемся дальше по сезону следующие выходные снова поездка ну и уже совсем скоро москва питер всех обнял пока пока